Это мероприятие, признаются предприниматели, все ждали с нетерпением. Встреча с мэром города для местных бизнесменов – это возможность незамедлительно решить острые проблемы отрасли. Сегодня они ведут борьбу за метры. Собравшиеся обратились к Анатолию Пахомову с просьбой пересмотреть 50-е постановление, в котором говорится об утверждении способа расчета расстояния от детских, образовательных, медицинских организаций до объектов, торгующих алкоголем. В связи с новыми условиями оказалось, что реализовывать горячительные напитки на курорте могут единицы, так как, к примеру, медицинскими организациями считаются даже стоматологические и массажные кабинеты. Для того, чтобы решить их на федеральном уровне, это очень длительное время. Внести изменения в 171-й закон, ну представляете, депутаты Государственной думы, когда это произойдет? Они скоро идут на каникулы, это возможно только осенью и так далее. Внести изменения в постановление администрации города Сочи – это можно сделать на Координационном совете. И очень многие точки смогут получить алкогольную лицензию, предоставлять услуги по продаже качественного алкоголя нашим клиентам и гостям города Сочи. Глава города выслушал предпринимателей там, где это возможно в рамках правового поля, пошел им навстречу. Но в свою очередь отметил, что предприниматели Сочи должны осваивать новые горизонты и не зацикливаться на привычном, при необходимости переориентироваться. Благодаря бренду «Сочи-2014» спрос на курорт огромный. Сегодня город занимает первое место по продажам путевок на майские праздники, опережая даже Париж. В сервисной же отрасли еще много свободных ниш. И пока у местных предпринимателей, отмечает мэр, есть возможность их занять. У нас развиваются новые зоны туристического отдыха. Конные всевозможные маршруты, велосипедные маршруты. Почему нашего бизнеса там нет? Я же говорю, что ну как-то надо вот сориентировать его, что надо занимать те новые направления, которые возникают. И они становятся востребованными, нужными. На реализацию программы поддержки малого и среднего предпринимательства на 2014-2017 годы из муниципального бюджета выделено 4 миллиона рублей. Порядка 600 тысяч, отметил Анатолий Пахомов, ждут от местного бизнеса новых перспективных предложений. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ»